Девушки отдыхают Мы бросили на создание этой новой карты самых лучших людей, которые только есть у нас в компании Пополняем арсенал свежим оружием На ближней дистанции инженер с такой пушкой становится опаснее медика Говорим обо всех изменениях игровых механик Мы немного исправили модель повреждения, так называемый хитбокс Рассказываем о звании маршал отряда Боги войны В этом обновлении мы добавляем последнее звание, 80-е Из первых рук узнаем, как улучшился игровой интерфейс Еще одно улучшение – понравится любителям коллекционировать большое количество оружия 28 февраля в Москве состоится финал зимнего сезона Warface Open Cup Впервые в Warface – камуфляж для оружия И у вас есть отличная возможность получить турнирные скины в числе первых Подробности вы узнаете из сюжета Смотрим Совсем скоро состоится финал зимнего сезона Warface Open Cup Финал соревнований, как обычно, по традиции пройдет в офисе компании Mail.ru Конечно, есть огромное количество желающих посетить мероприятия и увидеть самые зрелищные матчи Но у нас есть возможность пригласить только 400 гостей Мы очень надеемся, что вы успеете забронировать свой билет И обязательно посетите наши мероприятия Как всегда, мы организовываем для всех зрителей качественную трансляцию с финала соревнований Не пропустите 28 февраля уже с 12 часов дня по московскому времени Мы будем в эфире Как обычно, мы готовим огромное количество активностей Как для гостей финала, так и для зрителей нашей трансляции Огромное количество призов, подарков, следите за событиями внимательно И ваш подарок обязательно найдет вас Совсем недавно в Warface была анонсирована новая система камуфляжей И у меня есть отличные новости для всех поклонников турниров Warface Первые скины появятся в дизайне Warface Open Cup Не упустите возможность увидеть и получить их первыми Данные камуфляжи можно будет приобрести на сайте нашей игры И вы сможете их применить на такие пушки, как АХ-308, пистолет Сикс Аур П-226, тактический топор, ФН Скар и М16 Custom Это очень интересные камуфляжи На оружии будут присутствовать разные материалы Материал карбона, материал наклейки или окраски И когда вы возьмете это оружие в руки и посмотрите на него в кастомизации Вы увидите, что оружие по-разному реагирует на свет В комплекте с такой классной раскраской в оранжевые и белые тона Это будет выглядеть очень красиво И самое главное, что эти камуфляжи не имеют никаких настроек Они просто имеют чисто декоративный и косметический внешний вид И если вы любите играть с такими хорошими стволами Эти камуфляжи вам явно понравятся Еще раз хочу пригласить вас всех посмотреть трансляцию с финала Warface Open Cup в зима А также, если вы находитесь недалеко от Москвы или живете в Москве Хотя у нас были случаи, когда на финал приезжали и жители совсем других регионов России Мы будем очень рады видеть вас в офисе Mail.ru Главное, успеете забронировать свой билет Спасибо вам большое и до встречи В Warface режимов много Все они по-своему прекрасны Но есть один режим, которому вы питаете особенные чувства Представляем вашему вниманию новую карту для режима Штурм Которая называется Черная Мамба Готовьте оружие, бойцы! Очень давно в нашей любимой игре не выходила карта в режиме Штурм На это есть определенные причины Карты такого рода делать очень сложно Они в три раза больше остальных карт И там гораздо больше всего надо продумать Как ограничивать доступ игроков к другим точкам Начать с одной, потом с другой, с третьей И мы решили подойти к этому процессу бескомпромиссно Мы бросили на создание этой новой карты самых лучших людей, которые только есть у нас в компании И в результате получилась отличная карта не только с точки зрения геймплея, но и с визуальной точки зрения Тот уровень, на котором она выполнена и то, насколько она проработана, это просто беспрецедентный для нас случай И мы уверены, что на этот раз вы получите совершенно новые и незабываемые ощущения от игры в режиме Штурм В самой карте мы добавили несколько новых игровых особенностей У нас появились динамически открывающиеся и закрывающиеся двери Которые не позволяют игрокам проникать на вражескую подсадку Также присутствует система вентиляции, которая может использоваться как дополнительные обходы Для того, чтобы пройти в этой вентиляции, вам придется выключать пропеллеры Чтобы установить лопасти, вам нужно будет пострелять по выключателям Интересной особенностью также являются краны, которым нужно покататься Вы заходите в кабинку, нажимаете кнопочку и едете Можете остановиться в любой момент, пострелять вражину, нажать на кнопочку и снова дальше поехать Карта очень разнообразная Буквально каждая точка захвата совершенно по визуальному стилю, по геймплейному стилю отличается от другой На этот раз мы попытались спланировать геймплей таким образом Чтобы первая точка захватывалась быстрее, вторая не так быстрее И третья стала наиболее сложной То есть нам хотелось бы, конечно, сделать так, чтобы игроки увидели всю карту Они застревали все время только на первой точке Первая точка захвата находится, можно так сказать, под открытым небом Это огромная военная палатка, внутри которой установлен секретный девайс Blackwood, который нам надо захватить После этого мы перемещаемся в бункер То есть бои идут уже в более закрытом пространстве Ну и последняя точка – это место, откуда вылетает ядерная боеголовка И перед ней находится кабинка, которую, по сути, надо захватить Еще одна вещь, которая для нас была важна – это постараться сделать так, чтобы играть в бою Можно было всеми классами на каждой из точек И медикам, и снайперам, и на очень близких дистанциях, и на дальних есть что делать В каждой точке есть подход и открытый, и снайперам могут крыть противников Также есть очень много всяких звилистых лабиринтов, в которых вас будет поджидать медик с дробовиком Решили назвать эту карту «Черная мамба», потому что действие происходит в Африке «Черная мамба» – это опасная ядовитая зменя, и название как нельзя больше подходит к тому, что вас ждет на этой карте Опасность, всегда поджидающая за углом, злой коварный соперник, с которым вам придется сразиться А пока что надеемся, что вам понравится карта «Черная мамба» Прошу любить и жаловать! В Warface появляется новый дробовик и пистолет-пулемет Что эти пушки собой представляют? Давайте узнаем! Вы давно просили новое русское оружие, и в этом обновлении мы добавляем российский пистолет-пулемет SR-2 «Вереск» Данная аббревиатура обозначает специальная разработка, и это неспроста Это оружие обладает очень высоким темпом стрельбы, порядка 900 выстрелов в минуту И хорошей кучностью стрельбы, оно действительно эффективно на ближней дистанции В нашей игре настройки оружия не будут сильно отличаться от реальных боевых прототипов Оружие будет иметь скорострельность 925 и урон 65 Дальность стрельбы у него будет средняя для пистолетов-пулемета, но это не обозначает то, что это оружие будет неэффективно на средних дистанциях Данное оружие можно будет приобрести за варбаксы на время Я думаю, многие оценят его прикольный внешний вид и очень интересная анимация Он весь компактный, красиво перезаряжается, и это действительно прикольная пушка Доступные модули для этого оружия будут прицел и ствол Поскольку у оружия есть встроенная ручка, отдача будет очень слабой Я думаю, профессиональные инженеры оценят эту пушку по достоинству, потому что на ближней дистанции инженер с такой пушкой становится опаснее медика В принципе, может и конкурировать на средних и даже дальних дистанциях В этом обновлении мы добавляем новый дробовик Fabarm STF-12 Это последняя разработка итальянской компании Fabarm, а конкретно специального подразделения Fabarm Professional Этот тактический дробовик очень современный, эффективный, у него нет конкурентов сейчас на данный момент среди помповых дробовиков В нашей игре он будет реализован очень достойно Это будет достойная замена всеми любимому Мозбергу 500 Оружие будет обладать огромным уроном, максимальным для дробовиков Это будет 700 единиц с очень высоким темпом стрельбы Фактически, это самая, наверное, лучшая помпа в нашей игре Профессиональные медики, которые предпочитают играть именно с помпами Которые предпочитают сделать выстрел и получить ваншот 100% этот дробовик оценят Поскольку этот дробовик будет доступен в коробках удачи за кредиты Вы сможете получить его золотую версию Которая, помимо классного внешнего вида, будет отличаться увеличенным магазином на один патрон И слегка увеличенной скорострельностью И, конечно же, будет красивая ачивка Маршал отряда «Боги войны» звучит действительно круто Кто же первым достигнет 80-го ранга? В этом обновлении мы добавляем последнее звание, 80-е Многим игрокам интересно, что же это будет за божество Как ни странно, это Арес, бог войны Которые разбираются в боевом искусстве как никто другой Если игрок дошел до этого звания, он наверняка тоже знает толк Как вести сражения и как их побеждать Качайтесь, оставайтесь с нами И вы достигнете этого звания и займете свое место в пантеоне богов войны Помимо нового оружия и карты, разработчики подготовили несколько изменений игровых механик Например, улучшили спецоперацию «Опасный эксперимент» Поправили некоторое оружие и улучшили систему хитбоксов И это еще не полный список Давайте ознакомимся с самыми важными изменениями Ребаланс начального оружия и оружие, которое доступно в обычной ветке поставщиков Был достаточно позитивно принят игроками Поэтому мы решили сделать еще ребаланс ботинок Разница между скоростями ботинок начинающих игроков и серьезных игроков Которые долго играют, она останется Но эта разница будет немного меньше И немного уравняет шансы тех, кто только попадает на канал ветеранов Многие из вас, наверное, замечали, что когда вы атакуете своего противника Атакуете его со спины и попадаете в голову То хэдшот не всегда засчитывался Мы решили эту проблему Мы немного исправили модель повреждения, так называемый хитбокс Спина была раньше немного больше Она немного перекрывала голову персонажа Теперь же мы эту спину немного уменьшили И попадать сзади противника в голову теперь становится намного удобнее Также мы изменили размеры рук в этом хитбоксе И размер стоп, чтобы эти размеры соответствовали реальным размерам человеческого тела Детализация хитбокса позволит нам сделать игру намного честнее И теперь те части тела, в которые вы целитесь, вы в них будете попадать намного чаще Мы в какой-то определенный момент обнаружили, что наши игроки очень легко убивают босса на зомби-миссии Поэтому, естественно, мы решили немножко усложнить им эту задачу И теперь на каждой сложности у каждого босса будет увеличенное количество здоровья При этом мы решили увеличить награды за зомби-профи-миссию Чтобы они стали более доступны игрокам Поэтому теперь, когда вы выполните эту миссию Вы сможете получить награду с более высокой вероятностью Игроки говорят, что мы не читаем форум Но на самом деле это не так И следующее наше изменение как раз и есть Из многочисленных тем на форумах Ни один игрок поднимал вопрос о том, что нужно что-то делать с таким дробовиком, как А-12 Очень известный во всем мире и в оружейной среде А у нас он как бы из некоторых характеристик является невостребованным В ближайшем обновлении мы сделали для него кое-какие улучшения И я думаю, что это первый шаг Мы далее будем смотреть на статистику Анализировать то, как игроки с ним играют И возможно кое-какие улучшения появятся в нем в будущем И вообще это первые шаги в том Чтобы все оружие, которое у нас пользуется маленьким спросом Улучшать, снижать зазор между сильным оружием и слабым И сводить все наше оружие, которым пользуются игроки Ближе к друг другу В этом обновлении игроки заметят исчезновение проблемы С тем, что здоровье и броня иногда не восстанавливались Ты бежишь к своему раненому товарищу, попавшему под огонь Достаешь аптечку, начинаешь ее использовать И она не работает Мы приложили много усилий для того, чтобы это исправить И больше вы с такой проблемой не столкнетесь Кроме того, мы улучшили механику аптечки и бронекомплекта И теперь, зажав кнопку мыши, вы можете переводить курсор между вашими союзниками И они фактически будут лечиться Вам не нужно кликать каждый раз заново Это теперь работает и в случае, если ваш союзник, который вы лечите, покинул радиус действия Вам достаточно только догнать его, и лечение автоматически продолжится Очень похожая проблема была с выдачей патронов Когда вроде бы анимация броска этого ящика у вас проигрывалась Но никаких патронов ваш союзник не получал Выходило так от того, что ваш союзник покидал область действия во время выдачи И это мы исправили И теперь, если визуально вы патроны выдаете, будьте уверены, ваш союзник их получит Кроме того, многие предлагали улучшить подствольный гранатомет Чтобы, когда вы выстрелили все гранаты, вы автоматически переключались на основное оружие И это мы тоже сделали Лично я, как тонкий ценитель подствольного гранатомета, очень рад этому улучшению Надеюсь, и вы его оцените Разработчики продолжают обновлять внешний вид нашей любимой игры Смотрите сюжет и узнаете обо всех изменениях из первых рук Раньше для того, чтобы начать играть в какую-либо PvP-миссию Вам надо было сходить в инвентарь Одеть класс, которым вы любите ходить на определенные карты И только потом вы могли запустить игру Сейчас же, нажав кнопку старта Вы попадете в меню, где выберете нужный вам класс И с ним пойдете в бой Еще одно улучшение Понравится любителям коллекционировать большое количество оружия Если у вас в инвентаре скопилась большая коллекция И найти свою любимую пушку все сложнее и сложнее Вы после этого обновления заметите, что оружие, с которым вы ходите в бой чаще и чаще Поднимается по поиску вверх И при следующем вашем входе в инвентарь вы увидите его в самом верху Следующее изменение вы заметите в меню улучшения оружия Когда вы открываете это меню, оно перекрывает все ваше оружие И вы не можете целиком увидеть его улучшенным и красивым Теперь, нажав кнопку вызова этого меню еще раз Вы сможете увидеть ваше оружие во всех деталях И ничто не будет его перекрывать Но самое главное изменение вы заметите, когда пойдете в бой Теперь покраснения экрана будут сигнализировать вам не только о том, что вы ранены Но также и с какого направления по вам ведется огонь Это поможет вам лучше ориентироваться в игре На этом все Увидимся в следующем выпуске видео новостей Ставьте лайки, делитесь видео в социальных сетях и пишите комментарии Кстати, там же вы сможете найти итоги конкурса из предыдущего выпуска И информацию о новом состязании Может быть в следующий раз приз достанется именно вам Бойцы, ознакомьтесь с трейлером спецоперации «Вулкан» И предыдущим выпуском видео новостей Просто нажмите на нужную картинку и смотрите Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому